Урок от олимпийских чемпионов сегодня прошло в двух школах Новосибирска. В роли учителей выступили Анна Багали, Виктор Маркин и Елена Черязова. Чему учили, расскажет Елена Щербакова. Не ожидала, что сама Багали подарит подарок. Ну и поклонник большой. Одиннадцатиклассница Маша каким только спортом не занималась. Плавание, ушу, борьба, гимнастика, футбол, биатлон. Несмотря на такие долгие поиски себя в спорте, девушка уверена, ее победы не за горами. Подарок от самой Анны Багали только добавил веры в себя. Пока ученики могут похвастать только наградами регионального масштаба, которых, кстати, совсем немало. Но кто знает, может быть, совсем скоро из стен этой школы выйдут будущие олимпийские чемпионы. Новосибирск не единственный город, где первые уроки в новом учебном году провели именитые спортсмены. Акция Олимпийского комитета России прошла по всей стране. У нас повезло девятой гимназии. Чтобы задать вопросы кумирам, дети выстраивались в очередь. Чем вам пришлось пожертвовать, чтобы достичь высот? Пожертвовала временем проведения с ребенком последние два года после того, как он родился. И в прошлом году, может кто-то знает, я приняла решение закончить карьеру спортивную, потому что сыну уже три с половиной года, и я ему нужна больше, чем мне, наверное, пятну. А это уже другая школа и другие гости. Но акция та же самая, а цели в жизни учеников столь же амбициозные. Алена Шибурова не слышит, но в настольный теннис играет так, что можно позавидовать. В этом году она и ее напарник привезли первые места с детского конкурса «Спорт, искусство, интеллект». Ребята хвастают подарками от сурдолимпийских чемпионов. Они приехали в школу-интернат для инвалидов по слуху, чтобы на собственном примере показать, что возможности любого человека ограничены только его желанием. Максим Силютин и Станислав Синельников когда-то тоже учились в подобных школах. Теперь ездят по всему миру и привозят медали высшей пробы. А еще несколько лет назад Станислава в волейбол и брать не хотели. Говорили, рост не подходит. Спорт изменил не только жизнь Станислава. Помог и его другу Максиму. Стас играл. Он прыгал, хорошо играл. Я увидел, мне понравился. Начал заниматься. Он меня позвал сюда поступить в Новосибирск и начал тренироваться. Школьники плохо слышат, но это им не мешает увидеть людей, на которых стоит равняться. Елена Щербакова, Александр Ведерников. Новости ОТС.